Сейчас я вам покажу Две баллады спою А одну прочту У меня 8 баллад Но вот сейчас Когда я пишу этот проект А уже 90% песен Ко всем дискам записано Но дело в том, что еще идет дизайнерская работа Текстовая всякая Что для меня тоже очень важно Поэтому уже Может в мае будет первый А потом начнутся серии презентаций Уже осенью Просто сейчас, когда я все это повторял Многие вещи из архива своего извлекал Потому что по каким-то причинам Целый ряд вещей И очень даже большой ряд вещей Я много лет не пел Я думаю, что количество дисков Вдруг неожиданно Поразит вообще Мои, тех, кто за мной постоянно следил Потому что у меня в обойме всегда было Ну диска может быть 2 вот так песен 40-50 песен я пел А то вдруг Бабах будет большой Кроме каждый охотник желает знать Где сидит фазан Там параллельно развивается Литературная такая история Связанная вообще с фазанами И научная И В общем Исследовательская Ну одновременно Можно назвать Одним махом семерых побивахом Можно и так это назвать проект Потому что мне уже некогда ждать Знаете как Правильнее было бы Выпустить один диск С ним Потом Прогастролировать Потом выпустить следующий Ну это 7 лет Примерно на это должно уйти Такого времени больше нет У меня есть другие совершенно планы Проекты Вот И я буду этим заниматься Дальше Ну вот Так вот Там получилось так Что Одна из баллад Я был уверен Что это баллада Но при ближайшем И последнем рассмотрении Оказалось Что это Немножко Она конечно не баллада А в юности В молодости Я был уверен Что это баллада Но что такое баллада И чем они отличаются От больших песен Вот скажем От бузины там допустим Чем они отличаются Отличаются В первую очередь Присутствием персонажей Вот И Какой-то был такой период Когда это действительно У меня были самые Такие огромные Какие-то вещи Все-таки Не похожие на Безусловно Не похожие на На большое количество Там В период Там до 75-го года Последняя баллада Была написана В 75-м году Сейчас я вам покажу Первая была написана Баллада о судьбах Это 67-й год И у меня она связана Как бы с тем Что Я помню Как я ее доучивал И даже доискивал Еще какую-то музыку И аккорды Прямо на таком Знаменитом Семинаре В петушках Это пожалуй Было первое Такое И может быть И последнее На самом деле В жанре При советской власти Потому что Не наступило еще Там Пражских событий И еще была Оттепель Потом на следующий год Случится Новосибирский фестиваль Где выступит Галич После этого Начнут закрывать Клубы Авторской песни А затем Пражских событий И все это Начнут гайки Все эти закручиваться И оттепель Закончится Вот А тогда Это комсомол Организовал В петушках И Для меня Тогда Можно сказать Начинающего Автора И чувствовавшего Себя Еще вполне Неуверенным Особенно в таком Созвездии Там были Галич Там был Ким Там была Якушева Там был Кукин Ну и Те кто Помладше Там Туриянский Ну и еще Целый ряд Авторов Но все равно Такое Огромное созвездие Там были Музыковеды Там были Музыковеды Фрумкин В 1974 Году Эмигрировавший В Штаты Сейчас Выбило Из головы Вторая Просто известный Музыковед Ну и Были Филологи Были Социологи В общем Такой Очень Интересный Семинар И я Потом В один Из вечеров Я осмелился И Спел Три Песенки В присутствии Таких Высоких Особ Недостижимых Тогда Для меня В присутствии Галича Кима Якушева Мне Конечно Очень дорого Это воспоминание На самом деле Потом С тем же Галичем Он Очень был Доступный Человек И Другое Дело Что Найти Тему Для разговора Нам Бесконечно Смущающимся Стесняющимся Было Очень Сложно С самим Разговаривать Но Когда Какой-то Вопрос Ему Задавался Или В каком-то Разговоре Он Был Очень Открытым И С удовольствием Легко Шел На Общение Так что Баллада В частности О судьбах Связана У меня Одновременно С этим Семинаром Судьбы Та Веч Разные На Руси Был Я Добрым Молодцем Гой Еси На Вороном Коне Полем Мчался Я Да Не То Готовила Судьба Моя Пыль Столбом Скружилась В Небеса Воронье Летело Прочь Во леса Как Скрутили Бороги Да В полон Подарю Аколы Песнь Понравится Не Понравится Башка С плеч Свалится Говорю Что Что Лорку Он Застрелил А в России Мандельштама Затравил Только Те Поэтищи Были О-го-го Ну а ты Ты ж поэтишка Ты ж Поэтишка Ты ж дерьмо Мой бедный разум Мой язык Превратитесь Превратитесь В лаву В кровь Волчий Рык Чтобы Словом Вспененным Подлецу Словно Сабли Огненной По лицу А потом Всю стражу Да вырубить Да крыло Свистящее Выбросить Кто-то Вскинет Рученьки Мой сокол Ах Зачем Так Поднялся Высоко Разобьешься Глупенький Мой Родной И Земля Расплачется Над тобой Нет 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 Земля-то Меньше Все Подо мной И Уже я Соколом Над землей Выше Жизнь Крыло Мое Вознеси Судьбы Это Ведь Разные На Руси Судьбы Это Ведь Разные На Руси Возьми Возьми Записи Особенно С Проектом Из Архива Петра Турбецкого Я попросил Много Переписать Вы знаете Либо Качество Их Теряется Либо Как-то Постоянно Растет Мастерство Ну Невозможно Слушать Старые Записи Самого Себя Просто Невозможно И я думаю Ну Как же Люди Слушали Тогда Вот Но Видимо Просто Для Того Периода Наверное Там Было Что-то Какая-то Новизна Там В теме Там В игре И И За счет Этого Все Как бы Сходило Ну И Конечно По сравнению С теми Годами Вообще Старые Песни Я понимаю Что я их Исполняю Как по-другому Какое-то Каким-то Все Налилось Ну Каким-то Другим Какой-то Тяжестью Такой Весомостью Налилось Но На самом Деле Тексты И музыка Не изменились Вот И Большое Количество Вещей Как бы Остается Вот Условно Там 67-го Года Они продолжают Жить В репертуаре Как бы Либо Я сам Не понимаю Что они Гораздо Хуже Чем Позже Либо Я совсем Ничего Не понимаю Тогда В поэзии И песни Да Баллада О связке Разноцветных Шаров 68-й год Где вы были В то утро Когда солнце окрасило Крыши домов Перламутром Когда окна Раскрылись Как крылья Стрекозь И по улице Шел Одинокий Прохожий А в руке Он держал Разноцветную Связку Шаров Солнце Шар Золотой Шар Земли Голубой А дуванчика Шар Серебристый Ярко-красный Шар Сердца И радужный Шар Надувной Где вы были В тот день Когда туча Набросила Тень На дома Как вуаль И из складок Ее выпал Ветер И тот час Подхватив Легкий Радужный Шар Он унес Его Вдаль А в неловких Руках Вдруг Забился Под ветром Цветок Как серебряный Мотылек И погас Как свеча И не будет Лука Освещать Уже Завтра Этот хрупкий Цветок С душой Астронавта Редактор субтитров Где вы были в тот вечер, Когда вспыхнул закатный пожар И расплавился шар, Ярко-красный шар сердца? И упал человек, Тот, который мечтал Пронести сквозь наш век Разноцветную связку шаров. Солнце шар и золотой, Шар землин колобой. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. АПЛОДИСМЕНТЫ Такая альтернативная фигура в жанре. Не спросая, я занимаюсь театром. Может быть, кто-то из вас смотрел мой парад «Инструменты на красном пальто». У меня есть поиск совершенно в таких областях, куда просто большинство бардов не то что там не заходило, у них и мысли не появлялись зайти туда. И у меня гитара должна быть такая же громкая, как голос. А иногда громче. Вот, и если, ну, разные же люди есть, если кто-то категорически считает, что бардовская песня, смысл ее только в стихах, а гитара несет чисто такую поддерживающую функцию, собственно говоря, как она в старшем поколении и несла такую функцию. Хотя там масса гениальных песен. И об этом просто можно говорить, потому что я все это люблю. И не только люблю, но большей частью и знаю. Вот, и пою. Но может быть и другая концепция, когда гитара абсолютно равноправный партнер. И я думаю, что имею право в свой юбилейный год после 40 лет занятием джаном сказать, что я был, безусловно, одним из первых, и просто лидером в своем поколении, кто добрался до 12-го лада и дальше. И какой-нибудь такой взять в 68-м году вот такой аккорд, вообще вот такую балладу, как я показал вам, в Акуджавско-Визоровском таком ясном чистом пространстве, таким одновременно и упрощенным, надо сказать, музыкальном плане. Но еще раз повторю, что простота-то простота, но там гениальная простота. Но мы другое поколение, у нас другие векторы. И я думаю, что мы, что там говорить, имели, не имели право, когда 40 лет этим занимаемся. Вот, да. И третья баллада, баллада о твоем «Спутнике», я прочту ее. Под солнцем и ветром, дождями и вьюгой Вы жизнью идете, не зная друг друга, и ты, и твой спутник. Вы оба достойны баллады моей, Ведь носит земля всех своих сыновей, не так ли? В грозу вспыхнет молния под облаками, И есть напряженности поля между вами. И стойте! Но дальше они продолжают идти, Как шпаги не скрестятся ли ваши пути В балладе и в жизни. Ты ищешь, где чище, он выщет, где выше. Ты смотришь под ноги, он смотрит на крыше. Споткнется твой спутник, Ты клетку завел с канарейкой, А он следит за полетом свободных ворон И плачет, с чего бы. Ты ищешь, где легче, а он в сотый раз На вес проверяет на зуб и на глаз То косточку птицы, то ивовый пруд, То жесть и кусок, то сплетенный им жгут, И все мастерит что-то в ивовой роще. Ах, как ты догадлив, догадки нет проще, Догадки нет проще. Нашел ты монетку в дорожной пыли, Но кто это машут руками вдали, как птица? Монетка к монетке, твой рук сбережен, Он к перышкам кеннера переворон приладил. И значит, что утром однажды Искал ты, где тише, ты грохот услышишь По цинковой крыше, эй, кто там? И желто, и черно вдруг крылья мелькнут, Под окнами вырастет ивовый пруд, Качнется упруга. Почуяв, что миг не для мелочных свар, Ворона вдруг грянут все вместе, Икар, и смолкнут надолго. И сердцебиение тебе не унять, Ты ящик почтовый спешишь открывать, Письмо от кого бы? Но в этом конверте тревожный урок, Лишь кеннера пух, да воронье перо, И косточка птицы, и ивовой пруд, И жесть и кусочек, и тоненький жгут, И все, и ни слова. И видим тебя мы раз двадцать на дню, Людская река тебя тянет ко дну, И вот затерялся, Но шляпа всегда выручает тебя, И вновь ты всплываешь ее теребя. Но где же твой спутник, Издавленный жестко с любой из сторон, Ты видишь вдруг в небе кружение ворон, И плачешь, чего бы. Ну, это было просто сопровождение к тексту, Вот такое же простое, Как порой у Баллада Шаловича, Или у Навыны Николаевны Матвеевны. А вообще у этой баллады есть своя музыка, И там самая сложная, пожалуй, баллада из всех. Но она уже записана, Она входит в пятый по счету диск, Голубой, Новые сведения об Экаре. Ну, и так как я год назад примерно, Чтобы побольше, Ну, выпущена была книга стихов, На самом деле, конечно, тексты моих песен, Но дело в том, что Я специально ее выпустил без всяких нот, Чтобы читатель мог внимательно Посмотреть на тексты И оценить их именно с поэтической точки зрения. Ну, в перерыве, может быть, вы видели эту книжку, Она называется «Лестница в небо». Ну, и сейчас я прочту еще стихотворение. Стихотворение, Как на времен текст песни. «Горизонт». И я живу вопреки слепоте тяготения земного, И мне жаль те деревья, Что навзничь на землю легли. Я себя не устал подтверждать В длинном списке живого. Мне дышать не мешает Кольцо горизонта земли. Но есть круг, В нем царит круговая людская порука, Ограничен им зрение угол, Стреножен им легкий наш шаг. В нем уютно, я знаю, Владельцам послушно склоненного уха И тому, кто шагая, Привык не смотреть, Куда ставит башмак. Но поет о другом, Мне петух толком петь не умея. Кукареку поет, Не боясь сковородки молвы. И мне нравится, Что у подсолнуха Так высока и так жилиста шея. Угол зрения подсолнуха К солнцу наклон головы. Мелкий шрифт муравьев Мне приятнее Иного печатного шрифта. А пчелиная музыка Слаще иных сладкозвучных речей. И живет эта жизнь От корней до вершин Без подпорок и лифта, Как разумный Растратчик природы И честный ее казначей. Я живу вопреки Слепотеть тех людских представлений, Чья заветная цель Кус жирнее прижать к животу Неразрывному кругу вещей. Без особых о том сожалений Я подсолнуха зрения И слух петуха предпочту. Ну и еще одно стихотворение Оно же текст Песни Новогодний тост. Мы осенью орешек золотой Опять разгрызли, Зубы не сломали. Но февраля Тяжелый снег лепной За прошлогоднюю Чертушу рнем едва ли. А значит, смех Пора попридержать, При этом боли Не давать печали. Иначе стоило ли Ёлку наряжать И звать того, Кого год целый ждали. Наш гость, Он книг амбарных не ведет, Но помнит все, Он любит незабудки. Он Новый год, Он время раздает, Мешая с конфетти И грусть, и шутки. Мешая с конфетти, И грусть, и шутки. Чудесный дар Получен нами в долг. Час отчасу Стремительные повести. Мы день за днем В ней ищем смысл и толк, Как нам велят Талант и ум и совесть. Талант и ум и совесть. Но ямы долговой, Никто о ней Не ведает до срока. Но над бездонной Ямой долговой Никто о ней Не ведает до срока. Прошел лишь тот, Кто принял жизнь, Как бой. Бесшумный бой, Бескровный, Но жестокий. Двенадцать бьет, Я завершаю тост. Ночь за окном, Как долговая яма. Я пью за тех, Кого не смять, Как воск. И кто своей тропой Идет упрямо. Пусть за окном Колючая метель И в прошлое Заметена тропинка. Пью за любви Волшебную дуэль За Новый год, Пошедший видимкой. Вот. Ну и сейчас я немножечко Отступлю все-таки. Как бы нельзя так Нагружать Все-таки Публику, Тем более здесь могут быть Неподготовлены к этому люди. Поэтому несколько Более таких простых Песен Построю дом себе Я из консервных банок И ярко-красное Сошью себе пальто И проживу жизнь Чудаком Из старых Сказок, Который смотрит в мир С раскрытым ртом. Я буду верить Всякой чертовщине Гадать по снам По птицам По руке И верить, Что плывет Куда-то небо Роса облака Плывут вниз По реке А чтоб быстрей Росли деревья И цветы Я буду По утрам Играть На флете А чтоб от нас Не улетали Журавли Увидев Первый снег Мечтать О лете И Надо мною Будут Все смеяться Но если б люди Не было бы вас Я от тоски Не то что год Или Неделю Я б дня Не прожил Умер Через час Под майтоник часов Я в угол Из угла Шагаю Господин И сам себе Слуга А в доме Никого Куда-то все разбежали Да, спасибо А в доме Корепко спит Да, такой вариант тоже Сейчас я именно по нему и пойду А в доме Корепко спит А дальше что? А в доме Корепко спит А дальше А вот все Спасибо Хорошо, ладно Я попробую все-таки сначала Под майтоник часов Я в угол Из угла Шагаю Господин И сам себе Слуга А в доме Крепко спят Присяду Присяду у окна Как стертый медный горош Блеснет В окне луна Услышу Сердце хруст Хруст Спелого стручка И снова Тишина Хоть заводи Сверчка Возьму И заведу И пусть Поет Поет Про старую Любовь Что больно Сердце Жет Как стертый медный горош Та песенка стара Почти не отличить Не решки от орла Но если стерто все Но если все прошло То отчего скажи Так сердце обожгло Ах мне и не вдомек Сверчок покуда пел Что это уголек Из печки отлетел Но вот и хорошо Что не спалил он дом Но все равно Сверчок Давай-ка О другом В моем башмаке Поселился Сверчок Пришлось Ну а как поступить Слегка опираясь На этот башмак Прихрамывая Ходить Друзья удивлялись Ты что, дорогой Ты так отвечал Пустячок Ну сам посуди Разве мог я сказать Что там поселился Сверчок Что там поселился Сверчок Сверчок себе быстро По дорогу сыскал На выход нашелся Я стал словно цап Часами стоять И прыгать на левой ноге Друзья удивлялись Ты что, дорогой Ты так отвечал Пустячки Но шутка Но шутка ли сам Посуди рассказать Что там поселились Сверчки Что там поселились Сверчки Хотел бы шутки Хотел башмаки А старевщику сдать Но ты же ведь знаешь Небось Как дороги Старые Нам башмаки Притёрся к ноге Каждый Гвоздь Если детишки И стихи Какие угодно Какие угодно темы Написать Написать на бумаге Можно набрать Можно набрать Слов всяких Что там будет происходить И ничего Расположить публику К артисту Это Можно сказать Почти детская песенка Называется «Репей» Или «Урок английского языка» Я чувствую Там на пульте Это громкость Подобрали В обедчий хвостик Вцепился репей Овца по-английски Шипший Ни матери нету Репья нетца Корабль по-английски Шипший Пытаясь Из хвостика Выдрать репей Овца по-английски Шипший В заморские страны Пустилась овца Корабль по-английски Шипший С тех пор Ничего я не знаю О ней Овца по-английски Шипший Но знаю Репейник Повсюду растет Корабль по-английски Шипший И значит В далекой Заморской стране Овца по-английски Шипший Заморский репейник К овце пристает Корабль по-английски По-английски шип-шип По-английски шип-шип И из таких еще, из этого же ряда, еще старая песенка называется «Листопад». «Листопад» 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 «И я понял, что не стоит никого винить на свете в одиночестве своем». «Приходите, приходите, приходите жангуревою, как осенний листопад». «Говорите поперек, говорите в разнобой, говорите не попасть». «Ради Бога, приходите трубки дымные, курите, отряхните пыль дорог». «В доме злых собак не держат, у квартиры цифры те же, и в исправности звонок». «В нетерпении ожидания я окно раскрыл». «Листопад» «Спасибо». 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 «Сейчас три песенки. Три песенки из такого печального периода. Все эти песни уже в этом проекте будут размещены тоже в диске, который называется «Лестница в небо». Потому что у меня есть и песня с таким названием. Она тоже будет там. И тут тоже стоит. Вот. Это печальный период, когда начинают входить самые близкие до нас люди. «Первая песня «Разговор с мамой поздней осенью». В этой песне есть игра из детства. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выплывает белый месяц, а за месяц сам луна. Мальчик, девочки, слуга. Ты, слуга, подай карету, а я сяду и поеду, я поеду в Ленинград Выбирать себе наряд. Красный, синий, голубой, выбирай себе любой. Красный, синий, голубой, выбирай себе любой. Это наш закон людской, а не детская считалка. Если выбран голубой, синего не взять, а жалко. Впрочем, этот удержи, у иных такая малость. Был да только улетел, ниточка в руках осталась. Что ты, что ты, моя мама, Ничего дружок сердечный, Осенье канапать от рамы. И давно пустые сковорешни, Чистый медь наш двор. Ни троинки, ни соринки, Где-то радио поет, Как торгуются на рынке. Путно скоро пригласят, Вдоль по улице безлюдной Все поймем про рай и ад. Жизнь была чудной, И чудной остается лишь одна. И про себя тихонько петь, Чаще в небо голубое, Реже по ноги смотри, Чаще в небо голубое, Реже по ноги смотри, Что ты, что ты, моя мама. Переменим разговор, И весна надежды стоит, Зарастет травою двор, И тогда, ах, моя мама, Будет все, как год назад, Зарастет весь двор травою, И скворцы заголосят. Зарастет весь двор травою, И скворцы заголосят. Старый сад О, жизнь, о, нескончаемая нить, О, жизнь ты коротка, Как анекдот. Высок и глух у вечности забор, И только настежь створки у ворот. Высок и глух у вечности забор, И только настежь створки у ворот. А в те ворота виден старый сад, В саду безвечный раздается смех. Но сторож никого не выпустил назад, Хотя туда добряк впускает всех. Да он и ни при чем, Ведь тот, кто в сад войдет, Тот даже не оглянется назад, Наверно потому, Что в старом том саду Забвеньем яблоки налитые висят. Наверно потому, что в старом том саду Забвеньем яблоки налитые висят. Ну что же значит так, Жил был один чудак, Однажды в сад ему пришлось шагнуть. Там рвали яблоки Отец его и мать, Об этом не было чудачества ничуть. Субтитры создавал DimaTorzok Три песни из как бы из последнего диска, Которые, но они все уже имеют название, Это «Сломанный праздник» диска. Охватывающий период с 91-го года по там, Ну, я не знаю, по 2005-й. Хотя последняя моя песня, Она будет сегодня завершать концерт, Она будет не уникальной. То есть у меня там не хронологический принцип, А по неким художественным идеям или другим. Маленький джаз 93-го года Пусть проедет по улицам Некто в шикарном авто, Про кого я невольно подумал бы, да, это князь. Пусть придут легионы избранников суперлатон, И сметут все кривые заборы и хамство и грязь, И как только вокруг прорастут благородство черты, Все я лидер вчерашней мечты и вчерашнего дня. Мое место в музее фигур восковых, Вот костыль, Вот медаль и табличка награда настигла меня. Князь за кресло и чин, Я не дрался под красной звездой, Я сражался под знаком иным на гражданской войне, Но теперь я сижу на миле, я вчерашний герой, И как жить меня учит юнец, что досадно вдвойне. Князь теперь у заборов толчется в грязи полстраны, Там открыт балаган, но за шерму нельзя подсмотреть, Там стоит джентльмен вышибала и песню войны, С кошельком простака новый хит рвет холодная медь. И сверкает в ночи уголовно ларечный клондок, Он сверкает шикарным автом, надвигаясь на нас, И мерещит мне сквозь огни нам обещанный рай. Джентльмен, не стреляя, я играю свой маленький джаз, Как умею... Музыка В январе 1993 года он погиб, сорвавшись со стены, С высоты восьми этажей, Юра де Лунг. Ну, мой друг по юности песенной. Ну и мы продолжали общаться, и надо сказать, что... Некая такая мистика. Мы с ним не очень дружили последние годы, Но когда у него был концерт, а у него довольно-таки редко концерты бывали, В центре авторской песни, Перед Новым годом, где-то 15 декабря примерно, Так получилось, что из всех старых друзей пришел я один. Получилось так, что, как бы, мы... Ну, все, замечательный вечер он был. Вот. И там мы с ним, как бы, обнялись в последний раз. А буквально там через три недели, В шестом январе 1993 года он сорвался и разбился насмерть. Вот. В шестьдесят шестом году, когда я впервые познакомился с Володей Бережковым, На таком маленьком, совсем, концерте в общежитии МГПИ. Я тогда, ну, я, в общем, любил горхотать на гитаре всегда. Но тогда я особенно горхотал, вы же понимаете, значит. У меня были такие битвовские волосы там. Вот. Но я не был среди... Вот в том-то и дело, что я могу тоже... Мы же тоже понимаем, чего мы делаем и как бы, как и что. И я понимаю, что я некая такая переходная фигура между бардовским, Потому что у меня есть масса спокойных, таких тихих и нежных вещей. Вот. Но, безусловно, у меня есть, как бы, то, что можно отнести однозначно к бард-року. И взять только барабан электричества, и со мной уже случалось такое. Вот. И сейчас будут к дискам тоже делаться аранжировки самые разные, тоже составами. Первый диск там. Архивная запись осенебреет. У меня был такой состав. Концерт 69-го года в Ленинграде. Ну, как тебе взятые, там, две литые вещи. Вот. Да, вот, да. Вот это я грохотал. Отчаянно совершенно. И на меня из-за этого напали там все эти КСБшники, которые присутствовали. Ну, в то время очень знаменитые в Москве. Там Ляле Файпер. Там комиссары. Вот такие исполнительницы были. Вот. Ну, и как это, можно сказать, почти как у Балацшаловича. У меня тоже есть где-то воспоминания. Я спел несколько своих песен, а потом кто-то крикнул пошлость. Вот. И все. И, значит, все закончилось выступление. Ну, вот там я познакомился с Володей Бережковым. А потом вошел в компанию, потому что у них была уже своя компания. И там был Юра Аделунг, Толя Иванов. Потом позже к нам присоединился в 69-м году Алик Мерзовян. А в 70-м меня познакомили с Верочкой Матвеевой. И на следующий же день я привел эту очаровательную и талантливую особу. Я привел в наш круг. И вот таким составом мы концертировали и дружили. Дружили. Ну, потом по-разному судьба сложилась. В 77-м уехал Толя Иванов в Штаты. В 76-м умерла Верочка. Мы так потихоньку расходились. Но втроем, Алик Мерзовян, я и Володя Бережков, мы продолжали дружить долго. Думаю, что вот сейчас пути с Аликом у нас расходятся. Он теперь за империю. Не только доклад его вызывает иногда, потому что у меня возмущение, в общем, есть чем аргументировать. Но вдруг он оказался таким приверженцем империи, не раскаившийся за миллионы жертв империи. И он там какой-то просто бред говорит, что там Арарат наш был отдан в 19-м году, еще чего-то. То есть просто это уже серьезно для меня. Я считаю, что империя должна дальше продолжать разваливаться. Потому что эта империя за тысячелетия своего существования не создала здесь при всех богатствах нормальную жизнь своим согражданам. И не раскаялась за просто фантастическую кровь. Когда там от коллективизации, вот я сейчас, у меня дочь проходит там учебник истории, я еще раз заглядываю. Есть просто какие-то идиоты, которые говорят, что там в лагерях погибло в общем там не 10, не 15 миллионов, а всего 1 миллион 700 тысяч. А с чего, спрашиваются, они-то погибли? Если даже 1 миллион 700 тысяч. Ну это ладно, это еще, действительно, я собираюсь поехать просто в этот, в мемориал и попросить просто, чтобы мне еще раз дали все эти справки, показали вот статистику эту. Но я читаю в учебнике сегодняшнем, и мы это тоже слыхали. Если от голода после сталинской коллективизации, на Украине и там в полдороднейших районах умирает 4 миллиона человек от голода. Это из-за того, что они зерно отбирали там у деревни. Это как называется? Как называется? Это преступники просто, которым нет названия. Это просто выбросить с Красной площади бы надо давно и растоптать. Но это же политика. И все эти силы, они, так сказать, не собираются ничего пока этого делать. Но хочется верить, что когда-нибудь раскаяние наступит, как на Нюрнбергском процессе. Хотя уже поздно, они все перемерли эти негодяи, которые конкретно просто подписывали приказы. Но как-то если церковь покаялась там в своих грехах, то здесь придет, наверное, время покаяться. А не придет, все, это будет кровь продолжаться. Долго, что ли, затянуть столбы? Затянуть колючей проволокой, что ли? Поэтому, когда вдруг мой друг по детству, по юности, по нашей диссидентской, можно сказать, подпольной жизни вдруг говорит, что он да здравствует империя, что-то серьезно. Песня. 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 на этом канале, почему вдруг 31 канал, на нем показывали программу, называлась она «Клубничный десерт», это было впервые в Советском Союзе, вообще на телевидении постсоветском, показывали эротику, обнаженную женскую натуру, где, честно скажу, я тоже смотрел так несколько раз, но, во-первых, потом мне странно, мне действительно странно, почему мне показывают мужчин обнаженных, демократия должна быть, это первое, а второе, конечно, очень скучно становится, понимая, что, видимо, они тоже чувствуют или как-то себя от театра отстраняют, но если бы не как-то там, можно столько, понятно, мы видим балет, видим пластических актеров, какое бесконечное разнообразие пластики, движений, там танец даже взять, да, вот сейчас все время этот фестиваль идет, как там танцуют, вообще фантастическая динамика, а здесь, значит, как бы вот такая, предполагаете, что раз эротика, значит, все такой медленный, такой ленивый, там все, распила, где-то там снимают, вот, и так пару раз посмотрел, потом, неинтересно, просто неинтересно, вот, нет, чтобы вдруг как-то неожиданно что-то такое сделать, ничего, никакой неожиданности происходит, ну вот, ну это, в частности, одно из впечатлений, вот этот 31 канал, он как бы вот оказался в моей песне. Золотой чешуе и вуалевый пене, на экран выползает чудо-юдо болот, под фанеру танцуя, имитирует пенье, а потом секс-истому, а-а-а, и в промежности трет, как-то странно вехляя, распаляется дальше, повторяй раз двадцать, идиотский куплет, диво-дивное, кто ты, очарованной фальшью, ты мужик или баба, вроде третьего нет, отвечает мне диво, я дитя секс-свободы, я дитя секс-прогресса, я секс-символ пустот, мое небо стеклянно, стерильные своды, где мои двойники, ха-ха, в миллиардах реторт, тут вдруг что-то случилось, стало корчиться диво, чешуя отвалилась, хвост змеиный отпал, я не знал, что сосед мой, хакер Васька, чай-пиво, пулемет виртуальный, из-под скапа достал, до меня долетела, лишь предсмертная фраза, моя мать проститутка, а папаша мой вор, знай, Васек, я вернусь, и мы сочтемся, зараза, Моё имя клубничка, а, а, 31 канал, Беломор, на губах вспузырилась губная помада, затрещала фанера, заискрился экран, Я окно распахнул, хышь, Ведение гада, сердце красную розу Я поставил в стакан, я окно распахнул Ведение гада, сердце красную розу Я поставил в стакан, сердце красную розу Я поставил в стакан И на этом я часто заканчиваю программы свои. Но сегодня я закончу песню, которая называется «Золотой одуванчик». Ну, это моя последняя песня. И в концерте, и когда написано мною. Одуванчик золотой Не вчера ли был твой праздник? Плел венок тебя шутят, мальчик маленький проказник, Да дуванчик золотой. А сегодня в сетке дня Нет загадочней улова. Ну, когда же ты успел стать таким седоголубым, А дуванчик золотой? Превращений тайный дух Будь мне братом, будь мне другом В дни переселения душ В дни, когда летит над лугом А дуванчиковый пух Справа ангел, слева бес Что покой нам или буря Звезды нам укажут путь Мы лазутчики лазури Расшифровщики небес Завершая новый корок Подчиняясь высшей воле Воду и огонь пройдем Прорастем на диком поле Без печали и без мук Час пробьет душа твоя Вылетит из ржавой клетки С высоты небес земля Зеленец на темной ветке Древней ветки бытия Память ниткою живой Дни сшивает воскрешая Позабытое давно Детство лук Осколок рая А дуванчик золотой Детство лук Спасибо Перед вами выступал московский поэт и музыкант Художественный руководитель театра Песни Перекресток Виктор Луферов Спасибо Я всегда завидую тем, кто умеет так вот Ну, 10 раз зайти в занавес Выйти, чтобы поддержать вот это вот Зрительское такое желание Ну, отношение к артисту Как меня начинает это смущать После первой же минуты Или полминуты уже Вот Хотя, ну, по-разному бывает Но все равно, да, я не способен Наверное, все-таки я до конца не артист Потому что у меня есть слишком много своего Все-таки понятно, что артистическая судьба Это определенная судьба Там таланты В первую очередь Ну, есть гениальные артисты, конечно, очень глубокие Но неважно, в общем, рассуждение Вот Я вам хочу еще раз напомнить Что совершенно два разных представления 22-го в Театре современной пьесы 26-го в Центральном доме художника У Рейхельгауза там в 20.00 начало А на Крымском валу в 18.30 И, ну, приходите Приходите Совсем не как осенний листопад Я смотрю, весной Я все пытаюсь эту картину И никак не могу Когда топали Они вначале бросают какие-то шелушинки Потом все засыпают зелененькими такими горошинками Через день попадают какие-то длинные такие палочки Вот Потом выпадает огромное число всякой вот этой чешуи А потом летает пух Вот Так что Прилетайте тоже как пух Вот Или как зеленые шарики Да, или какие-нибудь легенькие палочки вот эти Вот Которыми замечательно можно в носу щекотать Или за ухом Вот Ну, вот Такой сегодня у меня филармонический Строгий филармонический концерт Вот У Рокильгауза там будет вторая половина Там я массу инструментов буду показывать Совершенно таких нестандартных И совсем далеких от гитары Ну вот на этом рекламная пауза Рекламная акция закончилась Всего доброго Всего доброго Здесь у Елены Антонны Вы знаете, что я с ней работал несколько лет, да? У вас концерт И одновременно салон такой И я думаю, я еще не видел зала Там его все строили Строили Надеюсь увидеть Будет замечательный, думаю, зал Но вот здесь как-то Здесь свистеть просто как-то Ну, громко Я умею громко свистеть Здесь как-то Ну, когда зритель меня приветствует Я тоже его приветствую От эмоций Ну, вот здесь Здесь нельзя Здесь только Нет, одуванчик золотой Завершил сегодняшнюю Строгую Строгую Нет, а после концерта не бывает Это дома Приходите ко мне домой Приходите ко мне домой